Привет, друзья! Я покажу вам, как приготовить очень вкусные витаминные конфеты. Эти конфеты необычайно богаты кальцием, магнием, витаминами А, Е и многими другими. А также поддержат ваш иммунитет благодаря имбирю в составе. Нам понадобится 250 грамм кураги. Курага содержит большое количество магния, калия и меди, а также витаминов А и Е. У меня курага натуральная, высушенная на солнце. Она намного слаще и мягче оранжевой. Очень рекомендую найти и попробовать такую курагу, это очень вкусно. Заливаем ее кипятком и оставляем в сторону на 10 минут. Также нам понадобится 220 грамм кунжута. Кунжут это великолепный источник кальция и не только. Но здесь на самом деле можно использовать любые семечки или орехи, курага с ними будет отлично сочетаться. Перекладываем кунжут в блендер и тщательно измельчаем. Желательно получить мелкую крошку, но не переусердствуйте, чтобы кунжут не начал превращаться в пасту. Если у вас в блендере есть режим измельчения, то лучше выберите самый медленный. Пересыпаем кунжут в чашу для смешивания. Курага немного разбухла в кипятке. Сливаем с нее воду. И чтобы сделать эти конфеты максимально полезными, я добавлю в них кусочек свежего имбиря. Отрезаю примерно 1 сантиметр от корня имбиря и очищаю от шкурки. Такое количество не будет ощущаться сжением, а придаст легкую пряную нотку конфетам. Если любите, можете добавить больше, это тоже очень вкусно. Добавляем в блендер кураге. Кстати, если у вас не очень сладкая курага, можно добавить сюда еще ложку меда. Тщательно измельчаем все эти ингредиенты в максимально однородную пасту. В большом блендере такое количество кураги может не очень хорошо схватываться ножами. Поэтому иногда нужно останавливать взбивание и сдвинуть пасту лопаткой со стенок к центру. Либо сразу брать больший объем ингредиентов, чтобы у курага занимало примерно 2 трети объема вашего блендера. Продолжаем измельчение. Когда курага достаточно однородна, перекладываем ее к кунжуту. Размешиваем лопаткой. Должна получиться вот такая нелипкая масса. Чтобы она была еще более податливая и удобная для лепки, я накрываю ее пищевой пленкой и отправляю в холодильник как минимум на 1 час, хотя этот этап не обязателен. Когда час прошел, можно лепить конфеты. Отделяю ложкой нужное количество массы. Раскатываю шарик. Так же поступаю со всеми конфетами. Обваливать я буду в черном кунжуте для контраста. Обваливать нужно сразу, как только вы скатали конфеты, иначе поверхность подсохнет и липнуть к ним ничего не будет. Вот такие аппетитные конфеты получились. Они очень вкусные и сладкие. Давайте разрежем одну. Сочетание кураги и кунжута очень гармоничное. Курага сладкая, с легкой кислинкой и ярким ароматом. Кунжут имеет легкую горчинку и характерный вкус и аромат. А имбирь отлично их дополняет. И эти конфеты действительно хороши и с таким небольшим количеством имбиря, и с более жгучим вкусом. Очень рекомендую вам их попробовать. Хорошего вам дня!